Голливудский актер Брюс Уиллис запомнился любителям остросюжетных боевиков благодаря роли полицейского Джона Маклейна, которую он сыграл в серии фильмов «Крепкий орешек». Всего на счету знаменитости больше 130 работ в кино. Первые тревожные симптомы и общее ухудшение состояния здоровья актера его поклонники заметили еще в 2019-2020 годах. Тогда появились первые предположения о том, что Брюс болен, однако он также продолжил сниматься, несмотря на то, что большую часть времени проводил в кругу семьи. 30 марта 2022 года близкое окружение известного актера подтвердило сведения о том, что он завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Подробнее о творческом пути болезни Брюса Уиллиса смотрите в этом видео, не переключайтесь. Творческая карьера знаменитости началась в середине 80-х годов, однако поначалу Брюсу приходилось исполнять второстепенные роли в телевизионных спектаклях и выступать на сцене небольших театров. О всеобщем признании и славе начинающему артисту приходилось только мечтать. С 1985 по 1989 год Уиллис снимался в роли частного детектива в многосерийном комедийном фильме «Детективное агентство Лунный свет». Благодаря этой работе у него появилась репутация комедийного актера и первые две награды «Эмми и золотой глобус». В 1988 году его неожиданно пригласили сняться в боевике «Крепкий орешек», что кардинально изменило дальнейшую судьбу Брюса Уиллиса и принесло ему популярность во всем мире. Впоследствии образ народного героя, обычно воплощенного в ролях полицейского или независимого детектива, Уиллис играл еще не один раз. С его участием зрителям запомнились такие картины, как «Последний бойскаут», «Герой-одиночка», «Осада», «Город грехов». За роль в ленте «Криминальное чтиво», режиссером которого в 1994-м стал Квентин Тарантино, актер получил ряд престижных номинаций. Дальше фильмография Брюса пополнилась работами в фильмах «Пятый элемент», «Армагеддон» и «Королевство полной луны», что также принесло ему массу номинаций на кинопремиях. Не обходилось и без провалов. За роли в картинах «Армагеддон», «Меркурий в опасности» и «Осада», отмеченные критиками как худшие актерские работы, исполнитель в 1998 году получил антипремию «Золотая малина». За работу в мистической драме «Шестое чувство», режиссером которой в 1999 году выступил Найт Шьямалан, Уиллис получил премию «По Плюс Чойз» из 100 миллионов долларов. Брюс неоднократно сотрудничал с Шьямаланом, воплощая очередной образ «Народного мстителя». Картины «Неуязвимый», «Сплит» и «Стекло» также принесли успех постановщику и исполнителю главной роли. В 2000 году Уиллис получил премию «Эмми» за лучшую второстепенную роль в сериале «Друзья». Статус голливудской звезды и небывалый успех не могли не отразиться на поведении знаменитости. Брюс Уиллис обзавелся внушительным рейдером, исполнение всех пунктов которого требовал от режиссеров и продюсеров. Кроме того, актер пожелал самостоятельно редактировать роли, в которых соглашался сниматься. Например, в «Гудзонском ястребе» по воле Брюса создателям пришлось отказаться от съемок массы сцен, в которых использовались недешевые декорации. Если сценаристы и постановщики не хотели идти на уступки звезде, он не раз устраивал скандалы, рвал страницы сценария, шантажируя отказаться продолжать работать. Уиллис пробовал свои силы и как продюсер, однако тут его амбиции тоже сыграли злую шутку. Картина «Бродвейская драка», которую он продюсировал, так и не вышла в прокат и принесла Брюсу многомиллионные долги, которые пришлось возмещать, снимаясь в трех фильмах, без права требовать выполнения своих условий. Постепенно успешных проектов с участием выреза становилось меньше, чем провальных. Сыграло свою роль и то, что жанр классического боевика постепенно устарел, а герои в стиле крутых копов-одиночек вышел из моды. В итоге режиссеры и продюсеры старались избегать сотрудничества со знаменитостью прошлых лет, отдавая предпочтение новым именам и лицам. Тенденция к движению на спад в карьере голливудской звезды возникла после 2010 года, а его имя все чаще стало появляться в списке кандидатов на получение «Золотой малины». Болезнь Брюса Уиллиса сыграла в этом не последнюю роль. Исполнитель все чаще играл малозначительные роли и стал появляться преимущественно в лентах низкого качества и малобюджетных проектов. В числе последних работ знаменитости, получивших неодобрение со стороны зрителей и кинокритиков ленты «Дожить до утра», «Бреж», «За гранью жизни» и «Звездный рубеж», признанные самой худшей его актерской работой. В 2021 году актер снялся в 8 картинах, однако все эти роли в 2022 были отмечены на антипремии «Золотая малина». Примечательно, что для этой цели организаторы церемонии даже ввели отдельную номинацию. Звезда «Крепкого орешка» и еще десятков боевиков Брюс Уиллис заканчивает свою актерскую карьеру. Причиной стал неутешительный диагноз. У голливудской звезды выявили афазию. Первые признаки болезни Брюса Уиллиса появились после 2019 года, когда коллеги по съемкам стали замечать, что актер забывает слова и неадекватно ведет себя на площадке. Так, в январе 2020 исполнитель несколько раз стрелял холостыми патронами не по команде постановщика, чем напугало и неприятно удивило всех присутствующих на площадке. Тогда фанатов голливудской звезды об ухудшении здоровья со временем находили все больше подтверждений. Так, в начале 2022 в прессе появились первые сообщения, что Уиллис уходит из кино, так как страдает от признаков деменции. Однако официальное подтверждение таким предположениям, оказавшимся верными только отчасти, появились в конце марта того же года, когда члены его семьи, в том числе жена Эмма и бывшая супруга актрисы Дэми Мур, опубликовали посты в социальных сетях и рассказали, что знаменитый завершает карьеру из-за расстройства речи. Родственники сообщили, что актер был поставлен диагноз афазия. Сообщается, что болезнь Брюса Уиллиса – речевое расстройство под названием афазия. Чаще всего развивается на фоне пережитых инсультов, воспалительных процессов, опухолей или других повреждений головного мозга. Недуг влияет на способность человека работать, читать, писать, общаться с людьми и понимать. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Подготовка и выпуск подобных роликов отнимают много сил и времени. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Также можете подписаться на мой второй канал, ссылка в описании. С вами не прощаюсь и до встречи.